Получилось уложить в одну часть. Значит, смотрите, дальше мы сливаем вот это все, бензин в бутылку обратно сливаем. И вот такой вот у меня фильтр стоит. Ну, естественно, под фильтром, естественно, какой-нибудь тонкой очисткой волочной поставить. И, в принципе, нормально. Единственное, что вот эту бензосмесь или бензин, да, вы не вливаете обратно в мелкокубовую технику. Вливаете уже там в крупногабаритный какой-нибудь агрегат, ему не так страшно. Значит, дальше мы вынимаем карбюратор и видим, что он гораздо чище. То есть, в принципе, все хорошо. Значит, процесс вот этот вот варки супа, варите его. Варите до тех пор, пока вы не обнаружите, что вот в каждом из каналов ничего нету, ничего, ни одного. То есть, да, желательно воспользоваться, естественно, какой-нибудь лупой, да, то есть лупой. Вот, и посмотреть как следует, да, то есть, насколько там все хорошо. Это очень важно. Я не знаю, будет ли вам видно или нет. Сейчас попробую вам показать этот момент. Ну, вот, видать, да, что все чистенько, аккуратненько. То есть, вот так должно быть, все должно быть аккуратно и чисто во всех каналах. Значит, что дальше надо понимать? Что мы делаем дальше? Это не означает, что, например, вот в этих всех каналах, значит, у нас так же чисто. Нет. Это означает, что у нас чисто вот здесь. Не означает, что чисто вот тут, вот тут и так далее. То есть, там немножко разжижение вот этой жидкости или грязи есть, но это еще не все. Да, то есть, надо понимать, что здесь еще надо с чем, есть с чем поработать. Значит, первое, что мы делаем, это, значит, смотрим, чтобы здесь ничего не было. То есть, опять же, все должно быть чисто. Еще раз иголочкой проходимся и все, выдуваем это все компрессором вот таким вот образом. Выдули, все, вычистили, допустим, все чисто. Значит, дальше. Дальше мы берем, откручиваем жеклер газа. Откручиваем жеклер газа. И, естественно, как в моих прошлых видеороликах, все это вычищаем уже очистителем карбюратора. Да, и так далее. То же самое в канал холостого хода. И так далее, да. И также не забываем, что у нас здесь еще также есть довольно-таки приличное количество каналов. Выдуваем каждый канал. Карб-клинер. Вот. Вот таким вот образом. То есть, все, вот каждый каналчик проходим. Почему каждый канал? Потому что в каждом канале может быть грязь. Вы ее не видите. Да, почему? Потому что, ну, канал. Как вы увидите, что там в этом канале. Да, прошлись. Вот. Очистили холостой ход. Также очистили винт холостого хода. Да. И жеклер холостого хода, и винт холостого хода. Вот. Значит. И дальше, вроде, казалось бы, можно собирать. Но вот этот винт у нас вот в таком печальном состоянии. Я говорил, что можно сделать. Можно вот один способ применить. Можно взять вот от этого винта вся проблема. И его вот так вот очищать. С насадочкой красиво очищаем. Смирно там проходим. То есть, вот у нас, надеюсь, видно, посветлел. Вот такой вот метод. Значит, смотрите. Дальше вот это тоже я вот так вот выливаю. И все. И у нас, оказывается, абсолютно чистая деталь. Значит, это все, вот это все. Вот это все очищается вот так вот. Берется вот такая вот щеточка. Вот у меня металлическая, мягенькая. И это все хорошенько очищается. Каждый винтик, каждый болтик. И собирается в обратном порядке.